Фильм-тренинг Лучше бы назвать не лечением от каких-то фобий и панических атак, а назвать его совершенствами экологии вашего внутреннего мира, адекватного восприятия реальности, нового, качественного образа жизни. Ведь действительно, мы учимся новому образу жизни. Не просто выполняем какие-то упражнения формальные, мы их применяем в реальной нашей жизни, каждый день, каждую минуту. И когда мы научимся воспринимать реальность в ее многообразии, когда мы будем жить здесь и сейчас, то мы тогда избавимся от всех этих бабок, от всех этих негативных фантомов. И фобия отвалится, как грязь, засохшая от ботинок. А панические атаки нас не будут досаждать. Так вот, я хочу вас спросить, а что вы в сухом остатке получили после первого этапа? Вы посмотрите свою тетрадочку, прочитайте те вопросы, вновь подумайте над этими вопросами, найдите ответы. И я уверен, что в сухом остатке вы поймете, что вы научились прежде всего чувствовать весь этот мир в его сенсорном проявлении. Вот по-настоящему жить здесь и сейчас. А то пишут психологи, живите здесь и сейчас, а как? Вот и это и есть здесь и сейчас, когда я чувствую свое тело, когда у меня хорошая координация движения, когда я эту реальность воспринимаю во всех ее сенсорных проявлениях, вижу, слышу, нюхую пробу, трогу, когда я могу создавать эмоции в данный момент, в данных обстоятельствах, соответствующие. Они читают текст, как эти артисты, без эмоций, с плосной рожей. И самое главное, я стараюсь дистанцироваться от тех фантомных мыслей, от тех баобабов, которые пронизывали все мое существо до наших занятий. И мир, внутренний мир, расцвел большими красками. Я почувствовал тело, я почувствовал реальность, я могу уже создавать эмоции. Я уже улыбаюсь себе в зеркало иначе. Вот примерно это в сухом остатке и должно остаться после первого занятия. Когнитивно-поведенческая терапия эффективна в борьбе с тревожностью, паническими атаками, какими-то навязчивыми идеями, действиями. И она эффективна в борьбе с депрессиями. И вот этот ролик, третий ролик моего фильма по борьбе с тревожностью, паническими атаками, он связан с эмоциональным аппаратом нашего восприятия реальности, с чувствами, в основном с правым полушарием. Ведь что такое депрессия? Это негативное восприятие реальности, это пассивность, это навязывание себе чувства вины, это агрессивность в адрес окружающих, неприятие критики, это лень, не хочется ничего делать, действовать. Наверное, депрессией в той или иной степени страдают многие. У многих тревожность, вот так, беспричинная тревожность. И все это влияет на психику человека. Вот в этом ролике мы будем заниматься эмоциями и чувствами, мы уже проделали ряд упражнений на это. И я вам скажу, что вы, в восприятии внешних обстоятельств, реагируете не так, как я. вы можете даже на этот осенний лес, на это пропивающееся солнце сквозь ветви реагировать иначе. Я радуюсь, а вы, а вы огорчаетесь чему-то, комары кусают. И вот эта оценка, эта яркость восприятия, она предопределена поведением человека, его осознание. Вот она, когнитивно-поведенческая терапия. И мы занимаемся тем, что учимся владеть эмоциями, создавать эти эмоции. И я записываю вот эти ролики, недалеко, несколько дней назад, записал три ролика по пять минут подряд. И потом оказалось, что звук не прошел. Я у своей внучки, десятилетней, спрашиваю, сколько ты думаешь времени, я огорчался на то, что затратил столько сил и усилий, и звука нет. Она так подумала, а она вот тоже как-то сейчас воспринимает это все негативно. Ну, такое у нее поведение. Говорит, минут десять, пятнадцать, понимаю, что я позитивный человек. Я говорю, ровно десять секунд. Потом их удалил и записал другие. Еще лучше. Вот оно, мое восприятие на потерю этого времени, труда, усилий. А другие, да более мелкие какие-то потери, более мелкие проблемы возводят в ранг того, что это конец жизни. И вот поэтому мы занимаемся с вами как бы научением, расширением палитры наших эмоций, чувств и восприятия. Смотрите этот ролик и приобретайте этот фильм, и вы научитесь реагировать на череду нейтральных событий вокруг вас с позитивной, конструктивной точки зрения. Смотрим дальше. Обращайтесь ко мне по скайпу, подписывайтесь на мой канал. Я вам знаю, как помочь. А теперь я отвечу на ваши вопросы. На один важный вопрос, который вы изо дня в день задаете мне. Юрий Николаевич, я занимаюсь по вашей методике. Я делаю ваши задания. Но у меня еще сильнее кружится голова. У меня что-то потеряно. Я себя чувствую усталой. Я эмоционально выгораю. Мне становится плохо. А вы говорили, что после этого будет хорошо. Юрий Николаевич, что такое? Слышали занудный голос, который я имитировал этим вопросом? А я вам скажу. Когда вы нетренированные ручки, ножки, в фитнесе бегаете по дорожке, поднимаете тяжести, на следующее утро у вас все мышцы будут болеть. Да и будут болеть пару недель. Но потом вы почувствуете силу в этих сгибателях-разгибателях. Вы будете увереннее ходить по лестницам. А через месяц может быть и на 20-й этаж пешком будете заходить. Вот в этом-то и смысл тренировок. То, что нам приходится преодолевать. То, что мы часто устаем. Вот по некоторых упражнениях мне мужчины говорят, Юрий Николаевич, хорошее упражнение, я засыпаю под него, так кайфово. Я сразу вижу, нифига он ничего не делал. Женщина же мне приходит жаловаться, Юрий Николаевич, я после вашего упражнения как разбитая. Я как белка в колесе в этом упражнении. У меня так устало. Я говорю, милая, молодец, умница. Делаешь это упражнение, но если ты его сделаешь несколько раз и пройдет некоторое время, то твой сосудистый аппарат вегетососудистой дистонии, а в голове сосуды-то не натренированы у вас, поэтому они и болят сосудистая система, эмоциональная система, вот эта вся нервная вегетативная система должны натренироваться так же, как и мышцы, так же, как и ножки болят, когда вы бегаете. Поэтому, друзья мои, ответ простой. Нужны усилия, систематические тренировки и некоторое время. и те, которые проходили это, которые не бежали в таблетку или полежать, или каких-то чудес, у них совсем другие теперь проблемы. У меня сейчас мальчик, который был совсем социально-фобичный, прошел вот год, он меня уже полгода замучил вопросами сердечными. Он познакомится то одной с девушкой, то с другой, то ревность, то она жадная. Но столько у него этих проблем, я ему говорю. Милый мой, эти проблемы вечны, начиная от Шекспира. Ну, будем решать их по мере поступления. Но у него нету вот этой дирализации. Он теперь к маме последней своей, условно говоря, невесте начально просился. Правда, его мама эту невесту не принимает. Но это вот эти другие проблемы. От этих проблем избавиться невозможно. Но это проблемы, которые привносят жизнь. И она дает жизнь вкус смысла нашей жизни, где мы влюбляемся, где мы ревнуем, где даже нас обижают. Поэтому, друзья мои, попробуем немножко преодолеть. Пусть поболят мышцы, пусть поноют сосуды, но мы-то идем вперед, потому что таблетка и избегание не приведут вас к результату. Вы не натренируете свой внутренний мир сосуды, вегетативную нервную систему и самое главное, не изменить свои убеждения. А вот мы этим и будем заниматься в дальнейших наших этапах нашего фильма, который вы сейчас приобрели и который вы сейчас смотрите. А сейчас у нас мы переходим вот к этой конкретной тренировке. Тренировки наш вербальный и невербальный аппарат. В этом ролике мы занимаемся невербальной речью, внутренней речью. Через ролик мы будем заниматься вербальными конструкциями, а между ними будет ролик о нашем гормональном аппарате и нашем электромагнитном излучении. Мы тогда поймем, что же там происходит. Так что, друзья мои, настолько работают, а вы говорите полежать некогда. Чем каждый из нас отличается от других людей? Казалось бы, все мы имеем одинаковое количество хромосом, каждый из нас испытывает как положительные, так и отрицательные эмоции. Так в чем же разница? И за счет чего между нами такими одинаковыми, так часто возникают непонимания. Когнитивное направление терапии, чем мы и занимаемся, подчеркивает влияние интеллектуальных и мыслительных процессов на поведение самого человека. Ведь человек – это своеобразный исследователь, стремящийся понять, интерпретировать, предвидеть и контролировать мир своих личных переживаний. Человек делает выводы на основе своего прошлого, опыта и строящей предположения о будущем. Пусть реальность объективна, и она не зависит от нашего восприятия, но разные люди осознают одну и ту же реальность по-разному. Человек выдвигает гипотезы о воспринимаемой реальности. Вот многие из вас выдвигают гипотезу, что сейчас должно что-то случиться. Это происходит из интерпретации вашего внутреннего мира, из тех переживаний и эмоций, что составляют в вашем внутреннем мире. Спрошу вас, а какие эмоции захватывают вас, как вы справляетесь с этими эмоциями. Вот чем мы и занимаемся в этом тренинге. И на основе вашего опыта человек выдвигает результаты на будущее. Какое будущее вы предвидите? Насколько это будущее, которое еще не случилось, а может и не случится, устраивает вас? Ведь люди главным образом ориентированы на будущее, а не на прошлое или настоящее. Точки зрения человека на жизнь изменчива. Она редко бывает сегодня такой же, как вчера или как будет завтра. Вы за собой это замечали? Как часто у вас бывает радостная и позитивная точка зрения? А сколько времени вы проводите в негативном, трагическом предвидении своего будущего? Вот запишите это, и мы обязательно с вами произведем рефреминг, изменим взгляд на собственное будущее на следующем занятии. Не забудьте обратиться ко мне с этими записями. Вам это нужно. Итак, люди обладают способностью активно формировать представление о своем окружении, но и не просто пассивно реагировать на него, а с какой-то своей интерпретацией. И также люди отличаются друг от друга тем, что они эти события интерпретируют по-разному. Вот два одинаковых человека близнеца или те, которые имеют схожие взгляды, но обращаются к событию и интерпретируют его по-разному. Каждый человек понимает действительность с колокольни своего уникального личного восприятия. И вот разница между нами состоит в том, что одни интерпретируют события под позитивным углом, другие под негативным. Человек пытается объяснить действительность, чтобы научиться восхищать события, влияющие на его жизнь. Таким образом люди смотрят на настоящее так, чтобы предвидеть свое будущее с помощью уникальной системы своих личностных представлений и своего опыта. И поведение человека определяется тем, как он прогнозирует свое событие, будущего. А вот вы своим предвидением удовлетворены? Поговорим об этом на следующем занятии. А сейчас запишите в рабочую тетрадь, чем же вы недовольны и что вас радует в будущем. Мы строим внутренний мир личности, вашей личности. И это психическая реальность вас, вашего внутреннего мира, организации вашей психики. И она вмещает в себя все аспекты сознательной духовной жизни и его духовную энергию. В современном мире душа является синонимом внутреннего мира. Хотя это не совсем так. Мы всю свою жизнь набираем свою идентичность. И вот это составляет наш внутренний мир. А чего мы набрали? Чем засадили этот наш внутренний мир? Зависит от обстоятельств нашей жизни. и от того, какие были у нас наставники. Вот структура душевного мира состоит из четырех вещей. Давайте запишем. Первое. Познание когнитивности. Позная себя это то, что мы думаем о себе, о смысле своей жизни, своей роли в этом обществе и о том, что происходит вокруг нас. Именно это свойство нашего мышления и формирует нашу познавательную часть для дальнейшего развития. Тренирует умение получать новую информацию на основе той, что уже было известно заранее. Вот это записали, это первое. Второе. Эмоции, личностные переживания по поводу всего, что с нами происходит, какие-то явления, события вызывают у нас те или иные эмоции. Как мы реагируем вот этими эмоциями на те события, что происходят вокруг нас? И каждый из нас по-разному реагирует на одинаковые события. Тоже записали. А теперь пишем третье. Чувства. Ох, это важные эмоциональные состояния. Они отличаются от эмоций большей стойкостью, продолжительностью по времени. Чувства имеют ярко выраженный предметный характер. Ну, они имеют направленность на что-то, на кого-то. И вот чувства сильно влияют на нашу жизнь. И четвертое, последнее, записываем. Мировоззрение. Вот это ключевой факт в изучении внутреннего мира человека. Это совокупность его взглядов на жизнь, ценностных ориентиров, моральных принципов, ну, как их своих, так и окружения. Окружение на нас же влияет. Мировоззрение играет значительную роль в судьбе человека, ведь именно благодаря мировоззрению мы имеем некоторые жизненные ориентиры и цели в своей практической деятельности. Также они позволяют каждому человеку выделить для себя главные жизненные и культурные ценности, смысл жизни. Мировоззрение всегда связано с убеждением, устойчивым взглядом на мир, идеалами и принципами, стремлением воплотить их в жизнь через свои действия и поступки. Вот вы записали четыре фактора, которые влияют на наш внутренний мир. Вы попробуйте осмыслить это, написать, какие ваши личностные конкретные факторы подходят под эти четыре ступени. Ведь составляющие вот эти четыре ступени это и составляют организацию вашего внутреннего мира. Осмыслим, запишем это, запомним также, что на пути нашего развития нам попадались разные проблемы. И вот как они отразились у вас, тоже попробуйте записать, где вы засеивали, забывали пропалывать баобабы, когда они были маленькие. Ведь мы тем и занимаемся, что очищаем наш внутренний мир от прошлых баобабов, которые проросли в этом внутреннем мире. И вот обязательно на каждой из этих четырех пунктов вы попробуйте подумать, как чувства, мировоззрение, эмоции и познание самого себя влиял на развитие вашего внутреннего мира. Ведь мы создаем свой внутренний мир экологически чистым. И пропалываем не только баобабы, но некоторые убеждения, которые нам мешают составлять будущие задачи, не беспокоиться о некоторых вещах, которые никогда не произойдут. И когда мы создадим вот этот внутренний мир экологически чистым, мы тем самым и повысим качество собственной жизни. Смотрим дальше. У нас все получится. Друзья мои, хватит страдать от диреализации, от деперсонализации, хватит воспринимать реальность через негативное ваше убеждение, окрашивать прекрасный осенний лес в какие-то темные краски. Попробуйте услышать этот лес, почувствовать ветерок, который привносит нам эти листья. Вы попробуйте потрогать, ощутить каждый листочек, услышать падающий лист, пение птиц. Вы окунитесь в эту реальность. И самое главное, в этой реальности постарайтесь оценивать радостными, конструктивными чувствами, эмоциями, которые вас заряжают некой энергией, позитивом. Ведь в этом лесу, я смотрю, кто-то ходит, собирает грибы, кто-то думает о своем, глядя на белку, пробегающую по веткам. А вы слышите, где-то стучит дятен. Интересно подойти и посмотреть на него. Друзья мои, запомните, вы своими убеждениями, своими мыслями, своими какими-то комплексами окрашиваете этот реальный мир в негатив. Не надо держать за щекой кусок дерьма и кривить лицо. Я вам рекомендую уже неоднократно повторял. Записывайте себя на видео, но записывайте тогда, когда вы радуетесь. Вот в этом ролике мы кривляемся перед зеркалом, мы записываем себя радостно. И я смотрю сам на себя, и я радуюсь вместе с этим человеком. Друзья мои, заряжайтесь моей энергией, заряжайтесь энергией этого леса, восприятием мира через призму позитива, конструктива. У нас все получится, смотрим дальше мой фильм, работаем. Чем же мы будем заниматься на этом втором этапе? Это большие три ролика больше, чем час. Вы может даже купите новую тетрадь. Вы будете записывать не только упражнения, не только задания, но свои мысли и свои вопросы. Вы будете внимательно смотреть, как я вам это преподношу, с какой мимикой, жестами, с каким внушением. Вы помните про пять внушений в каждом ролике? Так вот, мы будем с вами изучать, а как проявляются наши эмоции в нашей психосоматике. Ведь эмоции маркируются соответствующими гормонами. Страх, ярость, адреналин, норадреналин. И эти гормоны на нас соответствующе влияют. Мы должны узнать про гормоны. Мы можем научиться искусственно создавать определенные гормоны. И будут на это занять. зажимы в теле. Мы должны научиться владеть своим телом. В большей степени снимать зажимы. И будут на это упражнения. Затем мы должны коммунитировать с этим реальным миром, с теми людьми, которые нас окружают. А для коммуникации есть вербальный язык и невербальный язык. значит мы должны как бы вновь научиться вербальному и невербальному языку, которые мы вроде бы освоили. А с невербальным языком мы даже в некоторой степени родились, по наследству передается. Но вы говорите неправильно, вы строите фразы, которые генерализируют ваши баобабы, и они разрывают вашу планету. Вы невербально не можете показать своему визави, что все хорошо. Вы идете вдоль толпы или собак, всей невербаликой показывая, что вы трусите. И во-первых, они это видят, а во-вторых, вы себя так ощущаете. Поэтому мы будем учиться невербальным сигналам, которые мы могли передавать в мир, которые мы должны ощущать в себе, и должны строить конструктивно те фразы, которые будут создавать мыслеобразы, соответствующие гормонам, которые не будут вызывать вот этих панических атак. Рука не будет потеть, сердце не будет аритмично биться, не будет скакать давление. Значит, занятия идут сложные, многочисленные, но не такие уж трудные и вполне могут быть вами освоены. Поэтому будьте внимательны. Делайте упражнения, делайте так, как я вам рекомендую, смотрите внимательно на мою мимику и жесты. Когда запишите вопросы, когда вновь посмотрите ролик, найдете ответ. Если какие-то есть индивидуальные вопросы, то можете обратиться ко мне напрямую. Я знаю, что уже этот второй этап наших занятий поможет вам сбросить вот эту панцирь, как говорил один психолог мышечный, и вы будете уже более свободны, как будто вырвались из цепей свои одиночки, камеры одиночки. А потом перейдем к третьему этапу занятий, где будем хватать нашу фобию за усы и дергать за хвост наши страхи. И узнаем, почему все-таки существует вторичная выгода в ваших страхах и панических атаках. Я знаю, что у нас все получится, и вы первые были у меня. Слушаем дальше. Будьте внимательны, очень внимательны. на этом этапе занятий. Они сложные, нужные и важные для вас. Друзья, мы с вами с самого первого ролика работали со своим телом. Пусть тогда упражнения были не очень значительные. Конечно, интересное упражнение «Море волнуется», где вы чувствовали свое тело и чувствовали его в пространстве. Важны упражнения на координацию движения, когда вы с закрытыми глазами искали предметы и их находили, когда вы могли почувствовать пространственное свое расположение и пройти с закрытыми глазами на некоторое расстояние и дотронуться до того или иного предмета. Все это позволяет избавляться вам от дирализации, от персонализации, мало того, чувствовать свое тело в этом пространстве. Это очень важно. Мы же дотрагиваемся до носа для того, чтобы тестироваться или проходим по прямой, когда гаишник говорит «А выпил ли ты?» Потому что во время алкоголя измененное состояние уже как-то себя чувствуешь неловко и неровно. А когда вы эмоционально чувствуете в себе неуверенность, вы тогда чувствуете неуверенность в своем теле. И вот на этом этапе мы будем связывать эмоции, те эмоции, с которыми мы работали в третьем ролике с нашим телом. Хотя мы в том ролике связывали эмоции с телом, когда наблюдали себя в зеркало, когда кто-то записывал себя на видеокамеру. И это все правильно. Но сейчас мы вплотную коснемся того, как эмоция отражается в пандомимике этого человека. Мало того, что мы будем заниматься со своим телом, мы будем изучать этот невербальный язык, видеть, как эти люди словами лгут, а телом к нам безразличны. Например, они говорят, да, вы весело рассказываете, Юрий Николаевич, да, замечательно, да, ну, расскажите дальше еще, с удовольствием слушаю. Сновато вроде заинтересованного человека. ну, я утрировал, конечно, он и позевал, и трогал мочку уха, и заворотник себя, и глаза у него такие. То есть, вы можете научиться, как, используя вот эту пантомимику детектор лжи, понимать, о чем он думает, хотя говорит совсем другое. это очень важно. Мало того, что мы этим будем заниматься, мы будем видеть, что другие люди тоже не камильфо, не камильфо, потому что они не согласуют своих слов, своих действий со своей внутренней эмоциональностью. И мы видим, что здесь происходит какая-то накладка. и тогда мы уверены, что много таких людей, которые эмоционально не уверены в общении. И не будем тогда про себя говорить, что вы белая ворона сейчас. Вы научитесь, и мы этим будем заниматься. Мы будем заниматься вашей пантомимикой, чтобы вы убрали вот эти свои зажимы, свое вот это кислое выражение лица, как будто у вас за щекой лимон или хуже того, что-то. И мы будем уже тогда быть другими. Вы скажете, Юрий Николаевич, это же искусственно. А вот ваши позы это не искусственно? Я вам расскажу причину. К костоправу, мануальщику, приходит сколиозный, изогнутый мужичок. Он костоправ, мануальщик, положил ему, массаж ему сделал, позвонки вправе. Тот встает, о, я как будто вновь родился, говорит, он чувствует, что он вновь родился, позвонки ровненькие, все у него стоит правильно. Он говорит, доктор, спасибо, как это замечательно. А доктор ему говорит, дружочек, вы должны привыкнуть к этой позе, чтобы мышечный аппарат держал ваши позвонки, ваши косточки. Тренируйтесь по этой схеме и приходите ко мне, я вам буду вправлять кости и вновь мы будем тренировать мышцы. Он его искусственно тренирует вот к этому одухотворенному состоянию, когда он встал с кушетки. Ну, слушайте дальше. Он это вроде понял. Радостно подходит к двери, открывает дверь, говорит, доктор, вы волшебник. Выходит, закрывает и опять пошел, как он привык. Как он привык. не естественное его состояние, а вот именно то состояние, к которому он привык. И поэтому я вам говорю, вы привыкли к этому состоянию. Вы посмотрите на себя в зеркало, мы занимались перед зеркалом, вы посмотрите на видео, где вы записывались, и посмотрите вот этот ролик, где мы мимики, пантомимики, жестом, да и интонацией речи, мы придаем большое значение. Вы поймите, если хорошее вино налить в какой-то грязный черепок или чашку, вкус будет не тот, а посредственное вино налить в хрустальный бокал, оно вам покажется это вино более вкусным. Поэтому внешняя оболочка, она и на внутреннее содержание влияет. А вы попробуйте, вы только попробуйте, и вы увидите, что я, как тот доктор, мануальщик, кудесник, выправил вам позвонки, и вы увидели мир в радостном, чудесном свете. Но тренируемся и не возвращаемся в ту привычную, неестественную для человека позу. Вперед! Базовые эмоции гнев, раздражение, радость, внимание читаются всеми людьми в любой точке земного шара, даже если вы не знаете их язык. например, гнев, или удивление, потерянность, или какой-то заинтересованный, подобострастный знак внимания. И эти эмоции вы замечали у других людей. А вот скажите, вы замечали в себе эти эмоции до предыдущего нашего второго этапа? Вы могли выражать свои эмоции и мимикой, и жестами, и пантомимикой? Вот мы этому и учимся. И вот на этом третьем этапе мы работаем с телом, с его эмоциональным аппаратом. я вам точно скажу, что есть люди, которые все время ходят вот так и боятся. Другой человек, китаец, даже не зная его языка, видит, что этот человек всего боится. Иногда ему, может быть, и по затыльник даст. А почему бы вам? Даже вы немножко боитесь, даже вы немножко не уверены, быть уверены, научиться этому дома, перед зеркалом, перед камерой. И тогда у вас внутри возникнет вот этот гормональный коктейль, гормональный коктейль уверенности. Вы ищите таблетку, которая бы била на ваш гормональный коктейль, а сколько она дает побочных эффектов, но она не приучает, она не заставляет вас научиться вот этому раскрытому эмоциональному своему состоянию. Да, иногда выражаете какое-то раздражение, иногда безразличие. Вот скажите мне, пожалуйста, вы замечали по мимике, по жестам эмоциональное состояние своих друзей, да просто прохожих? попробуйте поинтересоваться вот просто так со стороны посмотрите за эмоциональным состоянием человека, который выражается в его позе, в его мимике, в его движениях, но есть еще другой факт. Вы слышите меня, у меня то выше, то ниже, то скорость речи быстрее, то я более замедлен, а вспомните, как вы, не только позу, но и говорить с такими паузами, которые внутри-то отражаются вот в этих зажимах. Мы должны работать со своим телом, и поэтому берите обыкновенные стихи, читайте их с выражением, с позой перед зеркалом, может быть на камеру, и тогда вы привыкнете к различным эмоциональным состояниям, которые совсем не те состояния, которые вы сейчас испытываете. И поэтому нету такой таблетки, которая бы научила вас быть другим эмоциональным, уверенным, может быть и наглым, а может быть просто стоящим в стороне, наблюдающим за этими наглыми хамами и отойти в сторону. То есть ваш эмоциональный аппарат должен быть широкой палитрой, представлен в привычках, в умениях, в навыках в конце концов. Ведь мы учились писать, учились ходить, вот и мы учимся, чтобы наша эмоция, пусть искусственная выражалась в нашей мимике, пантомимике движения тел и в речи. Очень неприятно смотреть на человека, который и смотрит из-под лобы, и который а, да, да, но вы представьте, что у него внутри творится, вы, наверное, это знаете, А вы посмотрите на меня. Посмотрите, насколько эмоционален я и в позах, и в мимике, и в скорости, и в тембре речи. Давайте этому учиться. Работаем дальше на этом втором этапе, в этом четвертом ролике, который направлен на работу с телом, на работу эмоционального аппарата. А ведь когнитивная поведенческая терапия этим и занимается. Когда вы занимались первым этапом, сейчас приступаете ко второму этапу, вы должны обратить особое внимание, я сейчас вот именно подчеркиваю, особое внимание на то, что вы делаете. Какие успехи вы приобрели, а не на то, а куда делась эта фобия, а почему она еще не убежала от меня, а почему еще достают меня эти соматические реакции. Вы, самое главное, не ждите. Избавитесь вы от этой фобии или не избавитесь? Вы избавитесь. Она, я уже говорил, как сухой лист пропадет. Но если вы ее ожидаете, вы помните в первом ролике, посмотрите его, первый ролик еще раз, если вы ждете, если вы произносите эту фобию, ищите в себе элементы панической атаки, то вы найдете их. Вы когда-нибудь варили кофе в Турке? Вот стоит кофе на газу. Вы стоите и ждете, и ждете, когда он закипит. А он не кипит, зараза. Стоит только отвернуться, бах! И все уже, плита залита этим кофе. Так вот и здесь ожидание, оно вредно. Почему вредно? Потому что вы подсознательно, внутренне воскрешаете в себе вот эти элементы, тех заученных рефлексов, как у собаки Павлова, которые образовались у вас годами. И мне часто говорят люди, Юрий Николаевич, вот первый этап я закончил. А фобии никуда не делись, панические атаки так вот меня преследуют. А вы посмотрите, чуть выше этого ролика там сказано, что вы в сухом остатке должны получить от первого этапа. Это восприятие этого мира. Я сейчас говорю, а до моего разговора и после моего разговора идет сопровождение видового ролика. ролика, где женщина воспринимает эту реальность, ее не преследуют никакие фантомы. Вы помните, что это игра вашего разума, что эти фантомы сидят у вас в правом полушарии. И вырвать их невозможно. Только с нейронами и с кусками правого полушария. А вот их убрать, чтобы они высохли, чтобы они ушли сами. Это возможно. И это будет получаться. Вы уже после первого этапа вооружены тем, что вы включены в эту реальность. Вы чувствуете свое тело в этой реальности. Вы умеете играть своим телом, создавать те или иные эмоции. А это и другие гормоны, серотонин, эндорфин. Мы про гормоны поговорим в этом этапе. И вы узнаете, почему все это возникает у нас. А когда я говорю, что у меня все получится, что вау, я герой, я царь горы, вот все и получится. Так устроен наш мозг, что он прежде, чем что-то свершить, он это представляет. И не будьте тем канатоходцем, который 25 лет ходил под куполом цирка, а в какой-то день подумал, а я сегодня упаду. Он обязательно упадет. Хотя 25 лет он об этом не думал и был успешен. Но если вы говорите, что у вас получится, то у вас получится. Я верю в вас. Самое главное, отмечайте успех. Все идет от того, что внутри нужно настроиться на удачу, на успех. И не ищите по карманам, где эта фобия. Я всегда говорю, фобия – это как обезьянки. Вы съездите в Индию, посмотрите. Обезьянки там к стадаме ходят. И вот если обезьянка лезет к вам, вы на нее замахнетесь. А нам, русским, свойственно отмахнуться от надоедливых обезьянок. Она зараза. Десяток пригонит своих подружек. И они вас разоработают. Так и фобии вас разрывают. А вы попробуйте игнорируйте эту обезьянку. Крутится она. А вы занимайтесь своими делами. Он обидится и уйдет от вас. Но нам не жалко, что она уйдет. Мы живем той жизнью, которая вот нас окружает. Посмотрите, что вокруг моего выступления. До и после. Какой видовой фильм прекрасный. Смотрим и работаем. И надеемся, точнее, не надеемся, а уверены в успехе. Музыка. Музыка. Продолжаем заниматься нашим тренингом по избавлению от панических атак и фобий. Я бы точнее сказал, что это тренинг по восстановлению экологии нашего внутреннего мира. Нахождение собственного я в этой реальности. Так вот, в этой части нашего тренинга я хотел бы поговорить о рефлексиях. Рефлексия это осмысление самого себя, осмысление своего внутреннего мира, осмысление своих личностных эмоций, тех домов и тех фантомов, которые нас населяют. К сожалению, те люди, которые обладают хорошей способности ума, в силу каких-то обстоятельств уходят в рефлексию своих негативных состояний, своего негативного восприятия этого мира и загоняя себя дальше все время в тупик. Поэтому-то в этой части нашего тренинга мы будем говорить о том, как с помощью рефлексии осмысления самого себя мы можем найти правильный путь и восстановить экологию собственного мира. Хочу вам прочитать стихотворение Сергея Есенина. Друг мой, друг мой, я очень и очень болен, сам не знаю, откуда взялась эта боль, то ли ветер свистит над пустым и безмолвным полем, то ли как в рощу сентябрь осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами как крыльями птица, ей на шее ноги маячить больше не в мочь. Черный человек, черный, черный, черный человек на кровать ко мне садится, черный человек спать не дает мне всю ночь. Так писал Есенин примерно за месяц до своей трагической гибели. Но дальше же он пишет в этом стихотворении. Черный человек, ты прескверный гость, эта слава давно про тебя разносится, и я взбешен, разъярен, и летит моя трость прямо в морду его, в переносицу. Месяц умер, синеет в окошко рассвет. Ах ты ночь, что ты ночь наковеркала? Я в цилиндре стою, никого со мной нет, я один и разбитое зеркало. Вы скажете, алкоголь нет, это и есть тариф лекси, те размышления великого человека, творческого человека о себе, о сущности, о положении себя в обществе. И вот вас также мучают эти рефлексии, но почему бы их не сделать более конструктивными, чтобы мы нашли свое место, нашли выход, постановили экологию этого мира. И вот вы смотрите дальше мой тренинг, и я вам расскажу, как рефлексию превратить в конструктив, чтобы вы могли логически, четко рассудить то, что вам дает этот реальный мир, и найти свои цели, поставить задачи, и найти путь к достижению этих целей. Слушаем, смотрим дальше этот мой тренинг. Тренинг нисколько по избавлению от панических атак и фобий, а поскольку восстановление нашего внутреннего мира, экологии внутреннего нашего содержания и нахождение себя в этом мире. И разбитое зеркало. Слушаем дальше. Редактор субтитров Разберемся с рефлексиями нашего сознания, нашего мышления, ведь это поможет верно выстраивать ваш внутренний мир, восстановить экологию вашей реальности, в которой вы живете. Рефлексия с латинского «обращение назад» – это способность человеческого мышления к критическому самоанализу. Рефлексию часто связывают с интроспекцией, самонаблюдением. Вот вы лично можете наблюдать за собой в любой ситуации и оценивать свое поведение, особенно во время панических атак. А не увлекает ли вас эта ситуация панические атаки, и вы проваливаетесь в эти ямы собственного воображения? А ведь, может быть, стоило стать наблюдателем? Помните, ведь эти панические атаки – плод вашего воображения. А как вы можете оценить это, если не со стороны? Можете ли увидеть себя в этом положении со стороны? Увы, нет. Ведь вы полностью включены в ситуацию, не можете оценить то, что происходит с вами в этом состоянии. А может быть, вам стоило попробовать смотреть на эту ситуацию со стороны? Вот вы и паническая атака. А если взглянуть на эту парочку со стороны, но вы же включены в ситуацию, находитесь внутри и треплетесь и болтаете о ней, так давайте научимся рефлексии. И вот в этом положении научимся видеть ситуацию со стороны. психолог Джон Лок справедливо считал, что существует два источника человеческого знания. Первый это объекты внешнего мира, второй деятельность собственного ума. Вот деятельность человеческого ума, в данном случае вашего ума, ведь это мышление, сомнение, вера, рассуждение, познание, да желание наконец. И ведь это все познается с помощью особого внутреннего чувства рефлексии. Вот в связи с этим понятием рефлексии им нужно говорить об умении реконструировать и анализировать собственное мышление. И все это позволит вам не загонять себя в тупик панической атаки. И также выстроить конструктивные планы и достигать поставленных целей. Итак, рефлексии помогают человеку сознавать и планировать собственные цели и ставить задачи, контролировать свое мышление, оценивать не только истинность мыслей, но и их логическую правильность, найти наконец ответы на вопросы, которые без рефлексии не решить. И все это, конечно, поможет вам сосредоточиться на самом себе, на своих реальных интересах, достигнуть путь к успеху. В нашем случае это позволяет осмыслить собственное поведение в критических ситуациях, когда вас увлекают фантомные страхи, взглянуть на ситуацию со стороны. Развивающая рефлексия заставляет человека не принимать на веру готовые, привычные догмы, которые так увлекают вас вот в эту паническую атаку, дереализацию. Все это позволяет выработать критическое мышление. А раз у вас будет критическое мышление, это все приведет к осознанию своего отношения к миру, к своему месту в этом мире. Вот этим мы и займемся на этом тренинге, чтобы стать хозяевом своей судьбы. Пусть этот тренинг и называется избавлением от панических атак и фобий. На самом деле этот тренинг позволяет научиться критическому мышлению, получить уверенность, и он так отрезвляет вас, что панические атаки больше вас никогда не будут захватывать. И вот мы с надеждой будем очищать экологию вашего внутреннего успеха и вести вас к достижению целей. Все это идет из ростка, маленького ростка. И так придет к вам и успех, и достижение. я дальше буду вас учить развивать в себе трезвую рефлексию. Ту рефлексию, которая позволит не болтать вот эти негативные автоматические мысли, а найти свой путь к успеху, стать хозяином своей собственной жизни. Ведь все это начиналось с детства. и вы могли достичь этого успеха. Нам нужно быть всем вместе. Вперед, ребята! Я хочу обратить ваше внимание на невербальную речь. Невербальную речь ваших визави тех, с кем вы разговариваете, на вашу собственную невербальную речь. Вы все время смотрели за моей мимикой и жестами. И почему я вас просил обратить на это внимание? Потому что всей невербаликой почти до 90% идет информация от одного человека к вам. И это есть некий элемент коммуникации широкого трафика. Так вот, невербальный язык, с которым мы рождаемся, расскажу о случае. Летом в жару я приземлился в аэропорту и нужно было ехать две минуты до терминала от трапа у нас на автобусе. Я захожу и сидит женщина, симпатичная женщина, с маленьким мальчиком, как я потом узнал, семь месяцев. Я думаю, сейчас он в жару закричит. Я не выношу крик детей, это как ножом по стеклу, так неприятно, так плохо, так я переживаю. Я быстренько подошел к мальчику, снимаю очки, и начинаю невербально разговаривать с этим мальчиком. Я ему улыбнулся глазами, уголками губ, своими седыми усами подвигал. Он открыл глаза, смотрит на меня. Конечно, я успевал поговорить и невербально с мамой, очень симпатично, и узнал, что семь месяцев, но я с ним разговаривал. Я внимания его привлекал. Я делал разные мимики, глаза. Он смотрел на меня, хлопал глазами, и две минуты, пока ехали, он забыл, что нужно заплакать, что нужно было потревожить эту маму. как только доехали, а быстренько ушел. Даже неинтересно было с мамой. Но дело-то в том, что вы вот в этих рефлексиях должны понимать и язык невербальный визави, поэтому я и прошу вас, обращайте внимание. Помните, как мы занимались перед зеркалом, вы видели свой язык. Вот вам необходимо научиться невербальному разговору. Почему-то мы все говорим, вот у него плохо поставлена речь, он слова путает и ошибки допускает. Друзья мои, а у меня так поставлена невербальная речь, что я могу своей невербальной речи передавать больше, чем словами. Вот почему я выступаю на телевизионных каналах. Телевизионщики понимают, что в кадре я привлекаю внимание. Вы посмотрите, как сейчас я на вас смотрю, какую передаю вам коммуникацию, месседжер. А? Да. Угу. Да. И вам неприятно. И вы чувствуете себя неловко. А вы попробуете поиграть мимикой, жестами, поразговаривать со своим визави вот этим невербальным звуком. Вы скажете, вы не умеете. Друзья мои, много книжек, много. Да фильмы вы смотрите, где артисты разговаривают. Выключите звук, к черту иммуну, и смотрите, что они хотят передать. И вы увидите, что наши российские артисты врут. Речь одна, а телом говорят, какие бы побольше гонорары были. Так вот сейчас у меня другой мессенджер к вам идет. А вы выходите все время в одном положении. Смотрите из-под лоби, оглядывайтесь, сами себя боитесь. Но почему? Почему вы не можете говорить свободным телом? Помните, мы с вами играли «Море волнуется раз», «Море волнуется два», вы смотрели на себя со стороны. Вот рефлексия сейчас, которой первое я вас прошу уговариваю и заставляю отслеживать свой язык. Смотрите, как вы говорите своим телом, насколько вы раскрепощены или зажаты, или вообще прячетесь как кролики по кустам. кролики кролики не так боятся, как вы. Поэтому посмотрите, я вам дам примеры и картинок, я дам примеры и неких сюжетов про невербальный язык. Но по книжке плавать не научишься, нужно нырять в воду и немного нахлебаться. Идите в социум, начинайте разговаривать невербальным языком, и тогда у вас все получится, тогда вы будете уверены, тогда вы будете одухотворены, тогда вы будете взлетать, и тогда ваш невербальный язык будет вот таким, как сейчас я. Это же восклицательные знаки сплошь и рядом вокруг меня. Идемте со мной, руку, друг мой! Вы смотрите уже третий мой ролик этого фильма «Излечение панических атак». Наверняка почувствовали, как я своими жестами, мимикой, тембром голоса влияю на вас. Влияю и убеждаю вас в том, что все получится и панические атаки отступят. Вы станете такими же раскрепощенными, как я. Но ведь этому нужно учиться, и мы будем этому учиться. Я выложу для вас некоторые рассуждения о языке тела, разговоре жестами, передача настроения, эмоций, мимикой. Вам потребуется более внимательно смотреть эти видео зарисовки, иногда ставя на паузу и вновь возвращаясь к ним, чтобы повторить те или иные движения. Этому необходимо четко научиться. материал на обучение языку тела и мимики вы можете даже найти в жизни, наблюдая за тем, как обычные люди разговаривают друг с другом, какие у них взаимоотношения. Да и наблюдая игру хороших актеров в кино, тоже многому можно научиться. А иногда по телевизору лучше выключить звук и смотреть мимику и жесты хороших актеров. Поэтому попробуйте повторять это не только перед зеркалом, но и в процессе общения с другими людьми. Все это вселит в вас уверенность и ощущение своего тела, даст возможность самоконтроля за позой и мимикой. Это позволит включаться в реальность, снимать зажимы в теле, и тогда нет места панической атаки. Особенно это важно для тех людей, которые боятся выходить к людям. Изучайте язык тела и мимику и с этим придет к вам уверенность. С этого момента смотрите ролики внимательно через паузу. А вообще я вам рекомендую книги о жестах автора Алана Пиза. Я немножечко расскажу о нем тоже в сюжете. Посмотрите на его мимику, на его жесты. Это же тоже раскрепощенный человек, который своими жестами, мимикой выражает столько экспрессий, эмоций, так включен в реальность, ну, практически, как я. И так же вы будете включены в реальность. Да посмотрите хотя бы на эти картинки, в которых рассказаны и показаны многие сюжеты, многие чувства и эмоции. Давайте учиться владеть своим телом. И тогда вы будете владеть своим внутренним миром. Учимся, друзья мои. Вперед! Язык у жестов он научился еще ребенком, когда в 10 лет начал работать торговым агентом. Именно правильная жестикуляция помогла ему в 21 год стать самым молодым австралийцем, продавшим страховых контрактов на сумму в 1 миллион долларов. Потом Алан Пис собрал накопленные знания и опыт и стал продавать их. Получилось еще лучше, чем со страховыми контрактами. Пис продал более 20 миллионов книг. Сделал телевизионное шоу «Язык телодвижений», которое посмотрело около 100 миллионов человек. Итак, если вы хотите вызвать доверие у клиентов, то вот жесты, которые вам запрещено делать. Ни в коем случае нельзя пересекать линию контакта. Нельзя потирать руки. У клиента сразу возникнет ощущение, что его обманывают. Нельзя сжимать кулаки. Это выдает внутреннее возбуждение, агрессивность. Нельзя ставить руки на талию и тем самым подсознательно пытаться занять как можно больше места в пространстве. Клиент должен чувствовать себя главным. Жесты должны быть плавными и максимально открытыми. О том, что жесты решают все, человечеству было известно с самых ранних времен. Еще за 300 лет до новой эры знаменитый античный оратор Демосфен на вопрос, что нужно для успеха в публичных выступлениях, отвечал. Жесты, жесты, жесты. Часами Демосфен репетировал свои речи и свои жесты. А вот армянский царь Тринидад, побывав в гостях в Риме у императора Нерона, попросил в подарок актера мимо, ибо был поражен, как точно тот умеет разговаривать без слов, только руками. Тринидад, который тогда правил многоязычной страной, понял, что лучше переводчика ему не найти. Что не скажут слова, скажут руки или глаза. В Древнем Китае торговцы жемчугом знали, что надо внимательно смотреть в глаза покупателю. Если зрачок расширился, то можно назначать любую цену. Очень часто незнание языка жестов приводило к плачевным результатам. Смотрите внимательно. Это первое свидание. Он просто пригласил ее в кафе. И еще не знает, нравится ли ей. А он ей нравится, как бы она не пыталась это скрыть. Лицо мимика выдают. А этот человек говорит, что еще не готов купить автомобиль. Но его руки говорят его обратно. Как часто мы слышим только то, что хотим услышать. Как часто мы обижаемся. Ты же говорил, ты же обещал, а я сам это слышал. Мы внимательно вслушиваемся в слова, стараясь понять и узнать. А на самом деле, для того, чтобы понять и узнать, надо всего лишь смотреть и понимать. глаза собеседника, его мимику, его жесты. Руки, глаза, лицо, именно они разговаривают с нами. Только они нас раздражают и только они говорят нам правду. Язык мимики и жестов. Его почти невозможно подделать. Смотрите, вот он поворачивается к ней. На его лице нет ни тени улыбки. Он смотрит на нее, она этого не видит. Чуть-чуть несколько кадров вперед. Она поворачивается, он это заметил, он начинает улыбаться. Он не посмотрел на нее с улыбкой, улыбка возникла после того, как она начала к нему поворачиваться. Обратите внимание, очень незаметный жест, точнее, даже не жест, а элемент мимики. Вот здесь он хорошо виден. Вроде бы улыбка, но если мы посмотрим еще на несколько кадров вперед, теперь уже не назад, вот мы увидим, что уголок губы начал играть вниз. Вместе с часто закрывающимися глазами, вместе с в целом напряженной достаточно позой, тереблением пальцев. Мы все это можем собрать вместе и сказать, что человек достаточно напряжен и скорее всего разыгрывает из себя веселого человека. А внутри держится очень жестко, очень сильно, может быть переживает или, ну, вот я в таком случае бы предположил, что что-то не так. Бог его знает из каких соображений, но я думаю, что лукавит. Эта пара распалась через полгода после свадьбы. Василий сбежал вместе с деньгами жены, а Александра уехала в Москву лечить депрессию. Кроме того, распознать ложь вы сможете, заметив, что ваш собеседник во время разговора прикрывает ее знамя. неосознанно теребит воротник своей сорочки, потирает подбородок, притрагивается к носу или мочке уха. Жесты переговоров Итак, если вы видите, что ваш собеседник протирает стекла очков, либо кладет душку от очков в рот, это пауза для обдумывания, просьба подождать. Постукивание пальцами по столу означает нервозность, потерю интереса к разговору, желание поменять тему. Собеседник откидывается на спинку стула. Это означает, что переговоры идут успешно и приближаются к окончанию. Собеседник потирает подбородок, он принимает решение. Язык жестов прошлого остался не только на картинах. О том, как разговаривали люди, когда не умели разговаривать, расскажет вам любой танец. Танец – это то, что осталось от молчаливых разговоров наших предков. Ученый утверждает, что посмотрев на то, как танцует человек, можно узнать о том, какие у него проблемы. Хореограф Елена Эрнандес уже давно по танцам изучает психологию российских женщин. Видимо, мы недооцениваем зажим тот, ту проблему, которая сваливается на нас, когда мы пытаемся пренебречь своим телом. Мы им врем. И если мы врем словами, нам кажется, что меньше, то тело и невозможность выпрямиться все оставят по своим местам. Я на занятиях вижу и на раз больше, чем хочу видеть. Это какой-то страшный цен. это страшный тест на то, живешь ли ты как хочешь. И, например, некоторые избегают дробей, но стук ногой это кратчайший способ вылеизъявления. Мягкость руки это женственность. Если ее нет, проблема в том, почему ты не хочешь быть мягкой. Жесты успеха Скрещенные на плечах руки Сигнал чувства уверенности внутренней свободы владения ситуацией. То же самое означает широко расставленные ноги. Поза, когда руки упираются в бедра, демонстрирует твердость, уверенность, стабильность, превосходство. Поза, при которой одна нога поставлена на мысок перед другой, демонстрирует независимость. Человек вальяжно расположился в кресле. Это сигнализирует о его полной раскрепощенности. Человек потирает подбородок перед принятием решения. Это говорит о том, что он просчитывает варианты. Так о чем говорит человек, когда молчит? О любви, о ненависти, о своих скрытых желаниях, о неуверенности в себе. Человек руками, глазами и лицом рассказывает нам историю своей жизни. Человек совсем не хочет врать, когда молчит. Язык жестов появился тогда, когда человеку не нужно было обманывать. Мы строим свою жизнь и мир вокруг нас своими руками, своими жестами. Как дирижер управляет оркестром, так и мы создаем мелодию своей жизни. И только от нас зависит, какая это будет мелодия. Вы посмотрели сюжет о невербальном языке тела. Что-то запомнили, о чем-то задумались, что-то поделали перед зеркалом. Вы же знали, как вас подводит тело во время панических атак. Вот поэтому так и важна работа с собственным телом. Нужно уметь говорить и договариваться со своим телом. И оно тогда вас не подведет. Если вы не умеете владеть телом, разговаривать им, то никакие таблетки и заклинания вам не помогут. Ведь пока не научитесь владеть и управлять собственным телом, успеха не ждите. Ведь эти занятия невербальным языком тела одни из самых важных. Поэтому постарайтесь, как проснулись утром, начинать владеть своим телом. Играйте им, разговаривайте им, а перед сном сделайте то упражнение, которое я вам предложу. Упражнение благодарности собственному телу, снятие всех дневных забот и зажимов. Обязательно заканчивайте упражнение вот этими дыханиями через части тела, благодарностью этому прожитому дню, отмечанию успехов и удач этого дня и говорите своему телу спасибо. Пусть оно расслабится и вы тогда уснете крепким хорошим сном и вас никогда не будут мучить панические атаки. Проделайте все эти упражнения. Спокойной ночи. сейчас я вас научу одному упражнению, которое будете делать ближе к ночи. Я подскажу сначала на что нужно будет обратить внимание. Вы прежде всего дышите ровно, не глубоко, но вдох у вас носом, а выдох теплым открытым ртом. Значит вдох неглубокий, носом, выдох теплым открытым ртом. Как мы будем дышать? Мы будем дышать через части своего тела. Мы разобьем все тело на три части. Все что ниже пояса, все что от пояса до шеи и голова с руками верхним плечевым поясом. Итак, я вам показываю и рассказываю. Вы сели удобно, расслабились и делаете так. выдыхал носом, расслабляя, ощущая все что мышцы мышцы той части тела, которая ниже пояса, от ягодиц, бедер, это самые крупные мышцы, до пяток, до мизинчика на ногах. И я как бы выдыхал всю усталость сзади, все что накопилось в этой части тела, негативно. И это уходило как бы таким темным облаком наружу. Я делал это три раза. Потом я делаю три раза следующее дыхание. Я выдыхаю через туловище, расслабляю грудную клетку, диафрагму, печень, селезенку, кишки. И у меня все расслабляется и уходит весь негатив, уходят все тревоги. Я ощущаю вплоть до почек и селезенки, так не знаю, что я могу еще представить. Потом я делаю следующее дыхание. Я выдыхаю, начиная от затылка, и у меня голова, как у китайского болванчика, качается и прям до пальца и до мизинца на своих руках. Вдыхаю. и выдыхаю через верхний плечевой полос. Также выбрасываю весь негатив, всю усталость, все, что накопилось сзади, расслабляя все мышцы, которые я могу внутренним зрением как бы освоить. запомните, через то, что ниже пояса до пяток три раза, то, что туловище три раза, то, что верхний плечевой пояс, голова три раза, вот так вы три раза выдохнули. Всего получилось девять. посидите, китайский болванчик с расслабленной шеей и подумайте, что вы же сделали сегодня хорошего или что вам сделали хорошего, только хорошего, ни о чем плохом. Подумайте о том, что вы съели мороженое, что у вас что-то удалось. Один, два повода найдется вспомнить хорошего. Вспомнили. и начинаете еще раз выдыхать. И вот так по три раза из трех частей тела, то, что ниже пояса, туловище и верхний плечевой пояс, выдыхаете весь негатив. В промежутках вспомнили о чем-то хорошем, что было в течение дня. Может быть, одно и то же. Вспоминайте про одно и то же мороженое несколько раз. Вы это делаете пять подходов. Одним словом, вы через каждую часть тела выдыхаете три умножить на пять пятнадцать раз. Всего вы выдохнули сорок пять раз. Потом посидите, вспоминайте. Может, еще что хорошее вспомните. Отдохните, посмотрите на этот мир, встаньте и идите укладываться спать. Там будут сниться замечательные злые. Спокойной ночи. встанье. Продолжение следует... встанье. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это тоже какой-то был значимый для меня момент Вот берете тетрадь, записываете Первый Постарайтесь вспомнить, когда это было Привяжите дату, привяжите время года Привяжите ситуацию Опишите эту ситуацию Потом Войдите в эту ситуацию Вспомните ее Ощутите Соматически телом Запахом, вкусом Цветом То, что было в этот момент Друзья, ну наберите хотя бы Два-три таких случая Таких значимых Для вас В вашей жизни И пусть это было Девять лет Вам Или Тридцать Но были же такие моменты Вот вам Задание Сочинение Напишите Как я отдыхал Летом у бабушки Это очень серьезно Очень важно И перед вторым Следующим роликом Этого этапа Это необходимо проделать Итак Записывайте Привязывайте к дате Входите в эту ситуацию Ощущайте себя Там И вперед дальше У нас все получится Помните Что в каждом ролике Есть пять внушений И своей невербаликой я Вам передаете внушение Тембром голоса Интонацией Взглядом Жестами Помните Важны оригинальные ролики Не показывайте эти ролики никому Смотрите Только В единственном Экземпляре Вы Не сажайте Зрители Это для вас Не размазывайте Элементы Внушения У нас все получится У нас еще много-много Работ Но нам преодолевать Не страшно Вперед Хочу обратить ваше внимание Чтобы вы не путали Рефлексию Вот Некоторое Самонаблюдение Некоторая Критичность Ваших поступков И поведения С Саморазрушающим Самобичеванием С тем Чтобы Говорить Что у тебя ничего не получится У тебя все Валится из рук И ты такой Такая Сякая И никому Ты не нужна И все на тебя смотрят С презрением И отторжением Вы Занимаетесь Рефлексией Один на один Смотрите Над собой Со стороны И Вы же себя любите Вы говорите Себе Я тут неправильно поступаю Давайте поступать Немножко иначе И когда вы попадаете Вот в эту паническую атаку У вас уже есть резервы У вас уже есть потенциалы Которые мы с вами изучили Это Отвлекаться Это Чувствовать свое тело Это Создавать эмоции И вы Тому Где он С панической атакой Один на один Говорите Друг мой Я тебя люблю Это же Ты и я Одно Давай Немножко Удачи Давай Чуть-чуть Давай Чуть-чуть Преодолим Не беги Не Избегай Мы вместе Нас уже двое Поэтому Самобичевание Уничижительные К себе Вопросы И самое главное Ответы Безысходные Исключаются Есть только Трезвый расчет И Может быть даже иногда Циничная рекомендация Выбраться Из ситуации В этом ролике Мы занимаемся Своим телом Смотрим на себя Со стороны И всегда Опираемся На то Чтобы Невербальный язык Нашего тела Нас поддерживал Помогал нам Выбраться Следите За невербаликой Своего тела Учитесь Этой невербалике У вас все получится Я верю в вас И вы поверьте Я серьезно Что мне не верить Когда я знаю Когда я знаю Если человека Как говорится Заставлять бегать По беговой дорожке И отжиматься У него брюха Не будет А никакие диеты Не помогут Никакие колдуны Не будем говорить О внушаемости Или Мнительности Будем говорить о действии О том Что мы делаем У нас все получится Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok